Елисею исполнилось 14 лет. И в сентябре 2018 года я посвятил своего сына в чин учителя в священстве Аароновом. Так осуществилась моя мечта. Мы стали сыном-напарниками по домашнему обучению. Нам доверили 4 семьи. Мы подготовили план служения на 6 месяцев. Елисей быстро перенял у меня план, порядок такого служения. Он все делал сам. Сам готовил уроки, сам договаривался о встречах, проводил уроки. Я лишь сопровождал его в этом. Поскольку у нас уже был опыт передвижения по городу на велосипедах, мы за один день успевали посетить все 4 семьи. В такой день мы покрывали расстояние порядка 30 километров, даже больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Духовное питание – это целый комплекс всего, что насыщает дух. Это молитва, чтение священных писаний, каждое утро и вечер, благословение пищи. Каждый понедельник вечером мы проводим домашние семейные вечера, по очереди подготавливая урок или духовную мысль. Играем в настольные игры, кушаем всякую вкуснятину, смотрим интересные фильмы. Духовное питание – это еще и активная жизнь в церкви. Мы каждое воскресенье принимаем причастие, приносим свидетельства, готовим выступления. Елисей, как носитель священства, подготавливает и разносит причастие, участвует в молодежных мероприятиях. Кстати, он стал молодежью в силу своего возраста, и поэтому в его жизни произошли особые события. Он побывал в течение полугода на трех молодежных мероприятиях церковных. В июле 2018 года он впервые в жизни побывал на молодежной конференции, она проходила в Харьковской области. Впереди его ждут еще 15 таких ежегодных конференций, пока ему не исполнится 30 лет. Также побывал с молодежью в декабре в храме в Киеве на служении. В феврале побывал на двухдневном мероприятии, посвященном миссионерской деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok Духовное питание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Духовное питание Духовное питание – это служение тем, кто оказывается рядом с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Духовное питание Духовное питание – это семейная историческая работа. Но с этим связана священная обязанность – беречь, защищать, ценить их жизнь превыше собственной. А если они погибнут, прожить жизнь достойно, чтя их память. У людей есть традиции вспоминать умерших или погибших. И вот как мы это делаем. На видное место мы поставили ее фотографию с Елисеем, ее младшим внуком. Мы продолжаем использовать предметы, которыми пользовалась она. Настольную лампу, вазу для цветов, разнос, ее любимое блюдце, с которого мы каждое утро кушаем фрукты. Так вещи мамы продолжают жить и приносить пользу, а мы ощущаем, что она тоже рядом. Заботимся о ее родной сестре Али Ивановне, навещаем ее и звоним, выполняем просьбы, делимся радостью из нашей жизни. Заботимся о ее муже Анатолии Моисеевича, звоним по праздникам, рассказываем о себе, слушаем его. Но мы сделали фильм ее память. На четвертую годовщину ее смерти мы собрали осенние листья, изготовили из них гирлянду и повесили в зале под самым потолком. Висит гирлянда и по сей день. Мама любила осень, родилась и умерла тоже осенью. Дважды в году мы приезжаем на могилку и ухаживаем за местом захоронения ее тела. Написали статью о галочке и опубликовали ее в семейном блоге и социальной сети. Многие десятки хороших людей, знавших Галину, прочли статью и оставили свои теплые отзывы о ней. Следуя ей желанию, мы провели семейный проект «Вещи Галины в хорошие руки» и передали вещи тем, кому она просила их передать. Особо памятные предметы одежды сохранили и оставили в шкафу на их обычном месте. Остальные вещи аккуратно сложили и передали в благотворительный фонд из рук в руки, точно зная, как аккуратно и по целевому назначению эти вещи передаются здесь нуждающимся беженцам из восточной части Украины. Сделали музей в шкафу. Эта наглядная память позволяет лучше познакомиться с Галочкой, чем она интересовалась, что ее заботило, Что она изготавливала своими руками, к чему стремилась, что изучала и что искала. Субтитры создавал DimaTorzok Сохраняем некоторые вещи на своих прежних местах. Чашку, тарелку, полотенце в ванной, ее рисунок и картину, которая вдохновляла Галочку. Продолжаем использовать предметы, сделанные ее руками, например, хваточки на кухне. Травы для чая храним в тех же коробочках. Нашли и угостились вареньем, сделанным Галочкой 15 лет назад, в год нашей свадьбы. Конечно, сделали сначала эту фотографию на память. Куклы, сделанные руками Галочки, установили на видном месте в квартире и планируем поставить на завершенной Галочкой кукольный спектакль «Радость». Ухаживаем за комнатными цветами ее мамы. Ежедневно кормим рыбок в аквариуме, который она когда-то привезла специально для своего сына Элисея, чтобы прививать ему любовь к животным и заботу о них. Сохранили ее номер телефона в активном состоянии и продолжаем оплачивать. Так я, ее муж, сохраняю ощущение, что Галочка рядом, и это она мне звонит сейчас. И я это вижу на экране своего телефона. Все это поддерживает ощущение, что Галочка рядом. Мы сделали фотокопии всех ее рукописей. Дневники, заметки, конспекты. Мы продолжаем храмовую работу за ее родственников и даже знакомых. Продолжаем заботиться о тех, о ком заботе нас Галочка. Проводим поиск имен по фотографиям, чтобы восстановить родственные связи и сохранить фото в семейном древе на сайте. Кроме Рисеевич, крупнейшем в мире архиве умерших, где каждый сможет найти своих родных. Продолжаем семейные традиции. Собираем на зиму бузыну и липу. Ездим на наше место в Орловщину. Ходим вместе на пляж и строим песочные городки. Готовим Оливье на праздники. Читаем священные писания каждое утро. Проводим семейные вечера с интересными уроками, изучая Евангелие Иисуса Христа, где Елисей готовится к служению на миссии. Перед новым учебным годом я снова дал нашему сыну традиционное отцовское благословение. А когда пришло время, посвятил его в чин учителя в священстве Орлово. Мы играем в настольные игры. Приглашаем и принимаем у себя дома гостей. И каждую субботу под ритмичную музыку делаем уборку в квартире. Теперь самостоятельно стрижемся, платим коммунальные платежи, подшиваемся, ремонтируем обувь и делаем запасы на зиму. Субботу подогнал «Симон»! Документы, рукописи, личные вещи и фотоальбомы сканированы и сохранены на серверах в облаке с доступом по ссылке для нынешних и будущих поколений. И самое важное, мы продолжаем служить в храме, выполняя таинства за умерших родных, сохраняя тем самым каждого в цепочке единой семьи. Моя цель – приехать в храм с каждым из наших старших детей и запечатать к нам, чтобы ни один не потерялся в вечности.